а что у нас со временем мы успеваем же да все а ну все отлично вопросы по вести было пластиком и по твердой мозговой оболочки я готова на них ответить и не просто не хочу потом свалку все все в кучу все вопросы чтобы у нас были из разных областей они все равно завтра появится у вас вы сделаете заказ и говорите мне нужна толстая да и вам пришлют толстую или вы делали там не знаю вас менеджер спросит что вы делать будете тогда вам посоветуют какую-то из них фиксацию тоже как можно сначала фиксировать крестом в данном случае просто прижимающим а если вы делаете головы под надкосниц в новом положении лоскут полупобожиц сути фиксируйте вы что мне не просто межслизистые швы сшивается ничего не если мы делаем это без имплантов без зубов просто в зоне адентий как подготовку а в данном случае она не фиксировалась ничем она я просто ее поставила и прижала лоскутом и швами да и швами на лоскуте да швы на лоскуте какие были крестообразные снизу заведи у тебя снизу ты завел а сверху так крестообразный шов же снизу и сверху наносится а сверху то у вас лоскут свободный как вы там откоситесь как вы крестообразный шов наносите последним у вас уже лоскут вертикально прификсирован везде он уже уши да конечно мы все это сделаем давайте подождите сейчас вернемся смотрите видите я нам просто стоит она никуда не болтается установили дальше сначала делается вот этот вот простой шов просто фиксирующий лоскут с этого угла и с этого угла сшиваются вот эти вот пространства V-образными швами которые завязываются на язычной поверхности так сблизили все и теперь в конце вы наносите крестообразный субкристальный шов это значит что он проколол надкосницу в опекальной части мы прошили через надкосницу но крестообразный за счет чего у вас шовка крестообразная пол-выкол, пол-выкол да, все обратно все вернули почему верхний шов не через язычную поверхность вы сказали визуфу кристально, да? в кол-выкол да потом на кресто пошли ну и верхний в кол где идет? с язычной стороны смотрите в кол-выкол в кол-выкол в кол-выкол в кол-выкол как вокруг зубов все то же самое просто импланты вас смутили, может в области в области из-за неправильной подготовки принимающего ложа если вы ее в расщепленный карман поставили в слизистую а кость вы не подготовили и она у вас не скелетизированная оказалась нет нет надкосни вы надкосницу оставили под ней получается вы на нее его поставили а кость вы немножечко перфорировали? здесь да я просто честно она такая у меня рыхленькая я даже ее просто ультразвуком перфорировала вообще это прямо скеллер я воткнула и она у меня все там до протезирования да 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 конечно пока все не сформируется но у пациентки так она как-то настрадалась после чего-то у нее так болезненно эта имплантация вся прошла для нее она была готова подождать спокойно и там эти коронки как бы она не бежала никуда у нее тем более полные санированные поиска у нее все хорошо там чистенько и вот она ждала пока этот ее поставили и фактически она через месяц улетела все но мы по поводу КТ по поводу образования не образования кости я вам сейчас объясню вот этого результата у нее бы не было если бы здесь кость не образовалась не бывает чуда не может быть объем 8 миллиметров прикрепленный Дисней если у тебя там нету костной поддержки нет на КТ сейчас контрольное написала и попросила чтобы она там где она живет теперь сделала у меня но в этом месте у них требуется какое-то супер направление как-то очень ну в Европе же вообще это все ты без визита к доктору не имеешь права сам решить что ты делаешь с собой вы понимаете ты таким тебя с собой и это вы вы любите вы эсак, это вы вы с собой вы